Перелетные птицы Осень. Переходный сезон между летом и зимой. Кроны деревьев окрашиваются в золотистые краски. Понижается температура. Уменьшается продолжительность светового дня. Безмятежное летнее чириканье птиц сменяется тревожными криками. Скоро птицы большими стаями потянутся туда, где и зимой тепло. Но почему одни птицы улетают в теплые края, а другие остаются и не покидают свои гнездовья? Много ли мы вообще знаем о птицах? Вот мимо нас пролетела одна. Яркая, пестрая. Как ее называют? Каков характер ее питания и место обитания? Нет, не знаем. Красивая птичка и все на этом. В нашем видео уроке мы познакомим вас с некоторыми перелетными птицами. Вы узнаете их особенности и услышите голоса. Птицы — это класс теплокровных яйцекладущих позвоночных животных. По характеру сезонных переселений птиц делят на перелетных, кочующих и оседложивущих. Почему птицы улетают? Дело в том, что средняя температура тела птиц составляет 41 градус Цельсия. А это означает, что они могут сохранять активность в холодное время года, но нуждаются в большем количестве пищи. Поэтому многие птицы оставляют заснеженные родные места и отправляются на зимовку в теплые страны. Познакомимся с некоторыми часто встречаемыми перелетными птицами. Соловей — обыкновенный, невзрачная птица. Зато какие удивительные трели она издает. Песня «Соловья» — набор повторяющихся свистов и щелканий. Каждый элемент песни — колено, число которых может достигать 12, повторяется несколько раз. Окраска оперения буровато-серая. На горле и груди немного ярче. Глаза — большие и темные. Соловьи — это перелетные птицы, которые на зиму улетают в сторону Северной Африки. А в Европу начинают возвращаться весной к середине апреля, когда на деревьях распускаются молодые листочки и появляются насекомые. Излюбленные места обитания соловья — это припойменные дубравы и низинные влажные хвойно-широколиственные леса. Дубравы европейской лесостепи. Дрост певчий — небольшая по размерам перелетная птица. Окрас оперения — сверху оливково-серый, снизу — желтовато-белый с треугольными и овальными буро-черными пятнами. Обитает в лиственных и хвойных лесах, около которых есть влажные луга и вообще вода, а также в рощах около полей. Ареал характеризует певчего дрозда как северную, холодоустойчивую птицу. Он активно заселяет северные области скандинавского полуострова и многочислен в восточно-европейской лесотундре, проникая даже в тундру. Возвращается с зимовки примерно в конце марта и уже с первых дней насвистывает свои звучные мелодии с вершины дерева. Песня певчего дрозда считается очень красивой. Она размеренная, неторопливая, звонкая, продолжительная. Состоит из низких свистов и коротких трелей. Замолкает, когда начинается линька. Питается дрозд насекомыми, червями, улитками, ягодами, семенами, зелеными частями растений. Зарянка или малиновка. Отличается рыжим лбом, горлом и грудью. Сверху оперение окрашено в серовато-зеленоватый цвет. Зарянка относительно длинноногая птица. Обитает она, как правило, на земле, в кустах, в густом подросте, передвигается прыжками. Обитает во влажных, лиственных и смешанных лесах с густым подлеском. В садах, заросших кустарниками, предпочитает близость воды. Красногрудые зарянки являются перелетными птицами. Из России перелетают на зиму в более теплые края. Самцы зарянок начинают петь рано утром. Песня звенящая и является одной из самых красивых птичьих песен. Зарянки ищут на земле насекомых, дождевых червей и улиток. А осенью они поедают еще и ягоды. Иволга обыкновенная. Небольшая перелетная яркая птица. Единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Оперение у самцов золотисто-желтое, у самок и молодых особей зеленоватое с пятнами на груди. От клюва к глазу идет черная полоса, называемая уздечкой. Клюв бурый или красновато-коричневый. Достаточно длинный и сильный. Глаза красного цвета. Свист иволги напоминает звуки флейты. Распространена иволга в лиственных и смешанных лесах. Ее редко можно увидеть, так как держится она в основном высоко в кронах деревьев. Гнездится в Европе и Азии к востоку от Енисея. Питается иволга насекомыми, реже ягодами. Иногда разоряет гнезда мелких птиц, таких как серая мухоловка и горехвостка. Пеночка корольковая. У этой небольшой птички зеленый верх тела и светлый низ. Желтая полоса на голове, светлые полосы на крыльях. Длина тела приблизительно составляет 9 сантиметров. Вес от 4 до 7 грамм. Пение корольковой пеночки довольно сложное. Состоит из стрелей и свистовых слогов, каждый из которых повторяется несколько раз без определенного порядка. Поют пеночки много в течение всего дня, поэтому вы их наверняка не раз слышали. Почти все виды обитают в лиственных и хвойных лесах. Питаются насекомыми. Зяблик. Наряд самца в брачный период довольно красивый. Нижняя часть тела, от горла и щек до основания хвоста, кирпично-красного цвета. Лоб черный, верх головы, затылок и задняя часть шеи пепельно-серые. Перья крыла бурые, с белыми каемками по внешнему краю. Хвостовые перья тоже бурые, а два крайних пера имеют белые пятна. На крыльях две белые, хорошо заметные поперечные полоски. Спина коричневая, над хвостей зеленоватая. Самки нарядом похожи на самцов, но общий тон оперения буроватый. Песня зяблика представлена трелью, заканчивающейся розчерком, коротким резким звуком в конце. Трели предшествуют начальные, более тонкие свистовые звуки. Поэтому песню зяблика можно разделить на три последовательные части. Запев, трель, розчерк. Зяблик распространен в Европе, Западной Азии и Северной Африке. Расселяется на Востоке. Одна из самых многочисленных птиц в России. Обитает в лесах и парках всех типов, часто у самого жилья человека. Отдает предпочтение негустым и прохладным лесам. Часть птиц зимует в Центральной Европе, а остальные улетают на юг, главным образом в Средиземноморье. Также зяблик зимует в Предкавказье, в предгорных лесах и отчасти в городах. Питается семенами и зелеными частями растений. Летом насекомыми и другими беспозвоночными, которыми выкармливает и птенцов. Малая мухоловка. Окраска самца преимущественно пепельно-серая. Горло и зуб рыжие, как бы окаймлены серой полосой. Верх буроватый серый, низ и широкие полосы по бокам хвоста белые. У самки рыжего пятна на горле нет, передняя часть груди буро-серая. Песня мухоловки негромкая и красивая, в виде серии свистовых фраз, издаваемых в бодром темпе. Бывают различные варианты песен. Малая мухоловка распространена в Евразии, от восточной и юго-восточной Европы на восток до западных склонов Уральских гор. Зимует на юге Азии. Населяет хвойные, смешанные и лиственные леса. Встречается в пойменных лесах и зарослях, парках, старых фруктовых садах. Основу пищи составляют насекомые и мелкие пауки. Реже склевывают мелких моллюсков, а во второй половине лета и осенью поедают также сочные плоды некоторых растений. Обыкновенная чечевица, перелетная птица размером с воробья. У взрослого самца спина, крылья и хвост красновато-бурые. Голова и грудь ярко-красные, брюшко белое с розовым оттенком. Самки и молодые птицы буровато-серые, брюшко светлее спины. В начале лета чечевица выдает свое присутствие характерной песни из свистов. Гнездится чечевица в лесной зоне Евразии. Населяет открытое пространство с зарослями кустарников, опушки лесов, поймы рек и даже высокотравные луга. Предпочитает места с густыми кустарниковыми зарослями. Зимует в Южной и Восточной Азии. Питается чечевица растительным кормом, семенами травянистых и древесных растений, ягодами, иногда поедает насекомых. Славка серая. Небольшая подвижная птица мельче воробья. Верх серовато-бурый, с пепельно-серой окраской головы, боков, шеи и надхвости. Плечи рыжие, горло белое, остальная брюшная сторона розовато-белая. Песня серой славки бодрая, журчащая. Состоит как бы из двух частей. Тихой, торопливой, малоразборчивой части и громкой. Славка серая обитает в Европе, Малой Азии, Западной Сибири, Северо-Западной Африке, а также в Израиле. Отлет на юг начинается в сентябре и продолжается до ноября. Зимует в тропической Африке, Аравии и Индии. Славка населяет кустарниковые заросли на опушке леса, на вырубках. Селится в редких кустарниках по балкам и оврагам, на мешах среди полей, а также в зарослях полынь. Поселяясь в садовых кустарниках, поедает вредных насекомых. Осенью склевывает различные ягоды. Жаворонок полевой, небольшая по размеру птица, немного крупнее воробья. Спина у жаворонка серого цвета, иногда коричнево-желтая с пестрыми вкраплениями, а перене живота белого цвета. Грудь имеет коричневые пестрые перья. Жаворонки часто поют, зависая в воздухе на месте, иногда очень высоко. Песня его долгая и звонкая. Полевого жаворонка можно встретить на лугу, степи и поле. Единственное место, где не встретишь эту маленькую птичку, это лес. Так как жаворонок перелетная птица, то его ареал весьма обширен. Он включает в себя почти всю Европу и большую часть Азии, а также горы Северной Африки. В начале марта, после зимовки, полевые жаворонки прилетают на место гнездования. Когда насекомых еще нет, жаворонки питаются растительной пищей в виде семян различных трав и злаковых растений. А летом охотятся на земле, поедая мелких жучков, пауков, личинок различных насекомых и куколок-бабочек. Чекан луговой. Окрас верха этой птицы бурый с черными пестринами. Брюхо белесое. Горло и грудка окрашены в оранжево-желтый цвет. У самца над глазами и на подбородке белая полоска. С апреля по сентябрь эта перелетная птица распространена по всей Европе. Часто ее можно обнаружить на заливных лугах, пастбищах, болотах и пустошах. Для пения и охоты луговой чекан выбирает высокие кусты и стебли. Питается преимущественно насекомыми, улитками, пауками и ягодами. Иногда чеканы вылетают на края пашин за червями. Скворец обыкновенный. Певчая птица семейства скворцовых. Имеет черные перья с металлическим блеском, который у отдельных подвидов может иметь фиолетовый, зеленоватый, синеватый или бронзовый оттенки. Внешне размерами желтым клювом и темным оперением слегка напоминает черных дроздов. Но в отличие от них, ходит по земле, а не прыгает. Песня скворца разнообразна. Состоит из многих элементов, заимствованных у других птиц. Наиболее обычные – длинные мягкие скворчащие звуки, щебечащие несложные посвистывания, неразборчивые лепетания. Обыкновенный скворец широко распространен на значительной территории Евразии. В северной и восточной ее части является перелетной птицей, в зимние месяцы мигрирует на юг. Живет в прибрежных районах, на болотах, солончиках, в редколесии и степях. Скворцы всеядны. Ранней весной охотятся на дождевых червей, либо собирают личинок-насекомых, зимовавших в укромных местах. Из растительной пищи употребляют семена и плоды растений – ягоды, яблоки, груши, сливы, вишню и другие. Тресогуская белая. Окраска верхней части тела тресогуски преимущественно серая, а нижней – белая. Головка также белая, с черным горлом и шапочкой. Тресогуски быстро бегают по земле назад и вперед. И во время остановок покачивают вверх и вниз своим удлиненным хвостом, трясут гузкой. Последняя особенность объясняет название тресогузок. Поют тресогуски редко, только в начале гнездового периода или при сильном беспокойстве. Их песня – быстрое и неразборчивое повторение цивликающих и щебечущих звуков. Тресогуски – перелетные птицы. Гнездятся преимущественно в Европе, Азии и Северной Африке. На более теплых землях своего ареала вид ведет оседлый образ жизни, в то время как популяции более прохладных регионов мигрируют в Африку и назад. Большинство тресогузок держатся возле воды отдельными семьями или небольшими стайками. Гнездятся тресогуски на земле или в дуплах. Тресогуски питаются исключительно насекомыми, в том числе и стрекозами, которых ловят на лету. Горехвостка обыкновенная. Это одна из самых красивых птиц. Своё название получила за счёт яркой окраски хвоста, насыщенно рыжего цвета, спинка серая и иногда белый лоб. Горехвостка подёргивает ярким хвостом, после чего ненадолго замирает. В это время её хвост напоминает языки пламени. Среди любимых мест проживания горехвостки отмечают старые парки и аллеи, где много дуплистых деревьев. Питается преимущественно насекомыми, иногда ягодами, поэтому прилёт и отлёт горехвостки напрямую зависит от наличия корма. Ближе к апрелю, когда становится тепло, птицы постепенно заселяют свои участки. В это время они поют весь световой день и даже ночью. Песня у них очень чистая и красивая. Ласточка деревенская. Маленькая перелётная птица. Окраска сверху сине-чёрная с металлическим отблеском. Снизу бледно-бежевая. На лбу и передней части шеи имеются светло-коричневые пятна. Хвост длинный, с глубоким вырезом посередине. Песня ласточки состоит из негромких, приятных, щебечущих звуков. Деревенские ласточки обитают во всех биогеографических областях, за исключением Антарктиды. Зимуют они в Южной Америке, Южной Азии и Индонезии. Свои гнёзда обычно строят под нависающей частью скалы, обрыва или здания, недосягаемых для дождя. Часто их можно увидеть на территориях, используемых в сельском хозяйстве, где они селятся возле амбаров и других служебных построек. Ласточки — насекомоядные птицы. Свою добычу они в основном ловят в полёте. Также на лету способны кормить своих птенцов. Перелётные птицы совершают сезонные переселения между местами гнездований и местами зимовок. Переселения могут совершаться как на близкие, так и на дальние расстояния. По мнению орнитологов, средняя скорость перелёта для мелких птиц составляет порядка 30 км в час, а для крупных — около 80 км в час. Перелёт часто проходит в несколько этапов с остановками для отдыха и кормления. Чем меньше по размеру птица, тем короче дистанция, которую они в состоянии осилить за один раз. Мелкие птицы способны лететь беспрерывно 70-90 часов, при этом преодолевая расстояние до 4000 км. Итак, мы познакомили вас с небольшой частью перелётных птиц, которых можно встретить на территории Европы и Азии, а также и на других континентах в период их сезонных переселений. Продолжить этот список вы можете самостоятельно и пополнить свои знания более подробной информацией о птицах. Будьте внимательными наблюдателями, и вы обязательно встретите всех перечисленных нами птиц. А лучше всего, посадите возле своего дома дерево, от которого будут доноситься приятные слуху трели. Продолжение следует...